Загляни в лавку rpgdon.com. Найдешь множество услуг по Black Desert Online. Закажи и зарядись! Ссылка под видео. Всем приветик! В этом видео я хочу вам рассказать о том, как можно поймать слоненка и как из него потом сделать огромного боевого слона, который будет вам помогать на осаде. В Валенсии, рядышком с Альтиновой, есть несколько точек, где рисуются слоны и рядом с ними бегают вот такие маленькие слонята. Сначала нужно убить взрослых слонов, а потом заняться ловлей. Ловятся они так же, как и кони. Нам понадобится лосо. ЛКМом мы его ловим. Так же, как и в лошадке, нам нужно попасть в красный диапазон. Нажимаем пробел и мы его заарканили. Нажимая кнопку вперед, подходим к слоненку. Как только он становится на дыбы, нажимаем пробел. Когда начинается мини-игра, нужно удержаться в правой половинке. Для этого очень часто нужно нажимать пробел. По истечению таймера слоненок успокаивается. Снова нажимаем вперед и по кругу. До тех пор, пока он не подпустит вас совсем к себе, чтобы можно было его покормить все так же, как и с лошадью. Иногда слоненок сразу к себе подпускает. Иногда очень долго сопротивляется. Когда удалось подойти к нему, нажимаем R и нам нужны пустынные орешки. Эти орешки покупаются у гельдмастера за серебро из казны. Кормим до тех пор, пока в чатике у нас не появится сообщение о том, что прирученное животное будет за вами следовать. Иногда может понадобиться 5 орешков, иногда 2, а иногда и все 22. Вот видите, пойманное животное и все. Теперь слоненок будет следовать за нами. Есть несколько точек респа этих слонят. Все они находятся рядышком с Валенсией и в основном сверху карты. То есть граница между местностью, где карту можно открывать, и пустыней. Вот примерно, если так говорить, то по верху карты и немножечко слева от Валенсии. Тому, кто ловит слоненка, нужно заранее приготовиться. У него должно быть в запасе 800 ЛТ. Ну, вместе с перевесом. Потому что слоненок, которого мы сейчас получим в сумку, он будет весить именно столько. Вот видите, у нас в списке слева отображается слоненок. Нажимаем регистрация и видите, безумный-безумный перевес. Таймера в данном случае выручает котик, которому плевать на перевес. Ну, а если другим персонажам, то тут нужно либо с Максвесом бегать, либо же полностью выгружать все баночки-скляночки. И теперь бежать в гильд-холл, в котором начнется крафт и самое интересное. Чтобы появилась возможность строить слоненка, в гильдии должны быть проучены два скилла. Разведение слонов, это 10 очков гильдии. И разведение слонов уровень 2, это еще 2 очка гильдии. Первый дает возможность просто скрафтить слоненка, второй сделать для него броню. Чтобы скрафтить, открываем загон для слонов управления производством. У нас в складе уже лежит слоненок, которого мы поймали. Остальные ресурсы можно потом докупить. Прежде чем начать, точнее, чтобы начать, нам нужно отправить слона на постройку. То есть выбираем слоненка, выбираем рабочего и нажимаем начать работу. Только после того, как слоненок будет доставлен в нужное место, можно будет запускать рабочих на остальные материалы. Все эти 4 вида материалов, это у нас питьевая вода, корм для слоненка, деталь клетки и дерево для клетки, можно купить у гильдийного мастера за гильдийные деньги. У нас слоненка получилось скрафтить примерно за 2 дня. Вот уже докрафчивается последняя. Все 76 процессов, как видите, 75, они в процессе. То есть это рабочие несут. И вот как раз завтра с утра уже будем регистрировать. И вот по окончанию крафта у нас сертификат слона. С этим слоном мы идем к конюху гильдии. Принцип такой же, как и с лошадьми. В какой конюшне, в какого города вы оставляете слоненка, в таком городе вы его только сможете забрать. Поэтому я сразу же регистрирую его в Хидели. Он как бы посередине и Валенсии, и Кальфиона. В общем так. Если надумаем, куда скакать, чтобы сразу было время его переместить в любую точку. Итак. Регистрируем у конюха гильдии. Повторюсь. Принцип такой же. Сертификат слон. Так. Введите имя. Ну, скажем так. Путем голосования и недельного предложения вариантов от гильдии, мы решили, что слон у нас первый будет называться Вульфинатор. Надеюсь, что скиллы у него будут именно в стиле Терминатора. Какой-нибудь там прорыв или какой-нибудь топот серьезный, чтобы этого слона не пришлось удалять. Так. Вульфинатор. Готово. Итак, смотрим. Быстрый ход. Ё-моё. Итак, давайте посмотрим, что у нас еще есть. Удар лапами. Это скилл, сами понимаете, бьет лапами, так? Атака бивнями. ПКМ, ЛКМ. Говорят, этот скилл, ну, так себе. Напор. Так же, как и у коня. На кьюшке просто проноситесь вперед, сбивая все на своем пути. Это топовый скилл. Ну, и быстрый поворот. Быстрый поворот, скажу вам, на практике очень даже неплохой скилл, учитывая, что сами слоны очень неповоротливые. То есть, в принципе, если так рассуждать, самый хреновый это атака бивнями. Потому что ДПСа от него мало. Профита мало. Поэтому он, ну, наверное, как и осторожность у коня. Ну, либо удар копытами. Не будем так в крайности кидаться. Быстрый ход. И, соответственно, поворот. Быстрый поворот. Это, скорее, удобные скиллы. Но не топовые. Топовое это... На самом первом месте самое топовое это напор. Предтоповое это удар лапами. Ну, как видите, слава богу, у нас не самый бесполезный слоненок. Так что, скорее всего, мы его оставим. Сейчас мы будем приступать к крафту брони. Хотя, давайте я сейчас слоненка призову. Чтобы сесть, именно управлять слоном, нужно подойти со стороны хобота. Чтобы сесть, как пассажир-копьеносец, можно подойти сбоку. Так, ну, что ж, простите меня за графику. Когда-то меня попросили не выпендриваться и снимать все на минималке, чтобы хоть какой-то фпс был. Но, как видите, и с минималкой тоже фпс у меня скачет. Но, в общем, вот такая боевая машина этот слон. Левел слон не апает. Так же, как и новый, скил он получить не может. Поэтому, очень многие, если не везется скиллом, не получается получить хороший скилл, слоненка отпускают и пытаются создать нового. А для крафта, сами видели, нужно немало ресурсов и немало рабочей силы. Пассажиры, которые садятся за, вот как видите, с копьями, у них у всех одно умение. То есть, бросание копьем, которое станет. Нельзя залезть, скажем, лучнику, либо визарду и заливать своими ауешками. ДПС от копий маленький, но стан проходит практически постоянно. Осталось скрафтить броню. Давайте теперь я вам покажу, как эта броня крафтится. Так же, как и слон. Нужен второй левел управления слоном. Или как-то так, чтобы открылся вот второй треугольничек. Заходим в управление производством и выбираем, соответственно, боевой шлем, помост, седло или же стреллер. Броню можно крафтить, а можно купить вот у гильдмастера. Сам комплект стоит не так и дорого. Его можно будет поточить, его, соответственно, легче будет чинить. Но крафтовый шмот дает бонусов намного больше. То есть, если вы хотите реально, чтобы слон был, как бы, ближе к топовому, да, то лучше, конечно же, крафтить. Так же при заточке. До пяти шмот точится сравнительно легко. Он не сбрасывается. То есть, он, это как бы безопасная точка, ну, как до пятнадцати, да. То есть, вот пять, это равносильно пятнадцатой точке у обычной пушки. То есть, фейл будет, но обнуления не будет. Но свыше пяти уже нужно точить, мало того, что точками, которые нужны на шестнадцать плюс, на броню, это по цене дорого. Плюс, если вы точнули на шесть, а потом точите на семь, при неудаче шмот возвращается к пяти. Вот такое вот дорогое удовольствие. Я думаю, что мы остановимся на пятой заточке. Посмотрим, как вообще это все будет идти, сколько прочности заберет. И починка, естественно, либо такой же шмоткой, либо же печеньками. Так что слоны, это удовольствие еще. Ой, какое они дешевое. И, конечно же, нельзя купить печеньки за гильдийные средства. Офицерам придется раскошеливаться из личных средств. Вот такая игрушка появилась у клеверков. И я думаю, что каждый теперь может понимать, что это такое. Нужно ли это их гильдии или не нужно. Конечно же, для ПВЕ использовать слонов не рекомендую. Они, грубо говоря, одноразовые. Так же, как и лодка. У них есть запас прочности, который никак не восстановить. И если же у вас он закончился, все, что вы можете, это отпустить слоненка на свободу. Вот и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш каналчик и заходите в группу ВКонтакте. Я желаю вам удачи в поимке и крафте слонят. Веселых осад. И, конечно же, приятной игры. Всем пока-пока.